Очень много девушек, как правило, мечтают о сумке Луи Виттон. Вот это вот прям розовая мечта, скажем так, но не каждая может себе позволить. Страсти вокруг бренда Луи Виттон не утихают уже больше века. Эти знаменитые аксессуары, которые транслируют высокий достаток, непростые предметы роскоши. Ведь история старинного французского дома связана с инновациями и авантюризмом. Она наполнена духом романтики, приключений. Как небольшой семейный бизнес стал мировой легендой, рассказывает историк моды, мерчендайзер-витренист Руслан Мигранов. Модный дом Луи Виттон, он связан первоначально с путешествиями, которые были возведены в ранг, в некое какое-то национальное достояние. И это определенная мечта. И сегодняшняя наша тема, я буду показывать, как эти путешественники и как модный дом Луи Виттон связан с историческими личностями. Какое значение, допустим, имели определенные сундуки для кортье, какое значение для актеров. Это определенный статус. И в кино, например, очень часто показывают, что чемоданы Луи Виттон – это чемоданы не у простых людей. Они могут успеть на поезд, а у тех, у кого обычный чемодан, они опаздывают. Харизматичный Руслан Мигранов, ученик Александра Васильева, очаровал нашу публику еще в прошлый свой приезд. Кстати, тему этого выступления челябинская аудитория выбрала сама. В рассказчике самое главное – харизма. Можно много очень знать, но рассказывать так, что информация не будет заходить зрителю. И Руслан – это человек, который просто заражает весь зал, информация остается у всех на 98%. Хочется красоты, хочется показать, мы соскучились по каким-то шоу. И вот сегодняшний вечер он как раз будет посвящен тому, чтобы подарить всем настроение, создать эмоцию, вдохновить, чтобы что-то пойти приобрести красивое, создать определенный стиль. А может быть, открыть книжку и прочитать что-то интересное, и узнать много нового. Прежде чем сундуки и дорожные чемоданы бренда оказались в руках путешественников, 16-летний Луи Виттон должен был сам пережить путешествие пешком до Парижа за своей мечтой. Так, став мастером в небольшом ателье, Луи положил начало своему делу. Когда Париж в начале 20 века охватило наводнение, чтобы поддержать дух в клиентах, фирма Луи Виттон дарила им оцинкованные кофры вместе с цветами. И эти оцинкованные кофры, они были созданы для того, чтобы поддержать дух. И, конечно же, женщины после того, как цветы вяли, они оставляли эти кофры и могли там тоже что-то хранить. Луи Виттон не только создавали чемоданы, но создавали еще и вертолеты и самолеты, которые, правда, никогда не летали. Логотип Луи Виттона, вот это переплетение LV, откуда это пошло? Это пошло от японских иероглифов. Мало кто знает, что в конце 19 века Япония открыла свои границы, и все японское захватило. И как раз Джордж Виттон, сын Луи Виттона, когда он создавал знаменитую ткань монограмм, он, получается, берет с японских иероглифов вот это вот пересечение. Один знаменитый путешественник, который путешествовал в Африку, он заключил договор с вождем Конго о переходе Конго в протекторат Франции, сидя на кушетке Луи Виттона. Представляете, она сейчас выставлялась вот на выставке Луи Виттона, непосредственно эта кушетка, такая историческая, исторический факт. Кстати, образ, в котором Руслан предстал перед зрителями, тоже не случайен. Он относит нас в 19 век, вдохновленный механикой и правой энергией. Будто из рассказов Жюль Верна, он поддерживает дух бренда Луи Виттон, возникшего благодаря путешественникам. Я сегодня надел как раз вот этот цилиндр в стиле стимпанк. У меня, кстати, здесь загорается где-то, я не вижу, загорелся специальный такой фонарик в темноте. Он отражает вот такое, скажем так, желание путешествовать в прошлое. В этот вечер бренд Луи Виттон открылся зрительницам с другой стороны. Невозможно, теперь предметы роскоши наполнятся новыми смыслами, обретут не только материальное, но и историческое, и философское значение.